привет друзья сразу хочу вам показать сколько градусов тепла у нас на юге украины чтобы вы видели своими глазами но сейчас давайте пойдем на город я вам расскажу про поливную шлангу спрей итак друзья сейчас мы на городе прошлом видео вам показывал как я поливаю многим понравилось чтоб не писать комментарии я решил вам снять видео про эту шлангу давайте посмотрим поближе как она состоит из чего давайте сразу глянем название вот ее название по английски спрей это не капелька не путайте так давайте смотреть соединяется на меня с обыкновенной черной пластмассовой шлангой дюймовый кусочком резинки резинка это с велосипедной камеры вот так и отключаем ее сейчас немножко сюда вот она снялась чтоб вам видно было вот как видим да обычная пленочка пленочка это тоненькая я брал из дешевых есть толще пленка есть тоньше в общем на свой куст на свои средства рассчитано так что я могу сказать шланга это идет у нас захватом от 2 метра 4 метра 8 метров 12 метров ну и ну и дальше уже не знаю есть там такая линия в общем это что она что у меня лежит она идет на 4 метра захватом 4 метра то есть два метра в одну сторону и два метра в другую сторону от шланги еще внимание обратите обратите на то что отверстия которые пробиты из завода бывают разные бывают мелкие она туманом распыляет бывает средние у меня это идет среднее и бывает крупная крупная идет более более грубой каплей получается я взял среднюю и результатом остался доволен соседу взял крупную получается бьет высоту до трех метров но поливает неравномерно то есть струйка выбивает пятнышками если так посмотреть безветренная погода то пятнышками залив не не понравился туманом я еще не видел скорее всего при малейшем ветре сильный туман буду будет сносить просто-напросто поэтому я все-таки предпочитаю средний вариант чтоб и не мелко и не крупно а так бы сказать норма так ну и думаю с этим понятно и давайте сейчас одну тайну открою многие купляют эти эти спреи да и говорят я выкидываю их после месяца пользования почему почему так происходит потому что их разрывает и быстро приходят негодность эту шлангу я уже использую четвертый год три года и пользовался на ней одна только дырочка это получается оставил нагороды и проела мне в капустянкой и я ее заклеил и дальше пользуюсь получается сейчас я вам расскажу расскажу как нужно и пользоваться а помимо этого еще добавлю выбирайте шлангу чтобы надпись была с одной стороны вернее чтоб вообще надпись была на этой шланги некоторые купляют без надписи она черная с обоих сторон и непонятно где вверх а где низ так как пол шланги набита отверстиями а с другой стороны ничего нету и поэтому тяжело сориентироваться как и улаживать а так и и положил надписями вверх здесь у меня набиты дырочки я уже знаю что она лежит у меня правильно ну и давайте вам скажу скажу ошибки людей которыми ими пользуются значит чую и разрывает разрывает ее из-за того что когда мы подаем воду пошла вода в конце шланги создается давление воздуха получается как как система насос и этот воздух вырывает дырку отверстия не нужная нам и шланга приходит негодность нужно завязывать узелок если сильно разорвало тоже выкидывать обрезать вставлять что-то чтобы этого не было сейчас я пойду вам на другой конец на другой конец этой шланги и покажу такую фишку что нужно делать чтобы не было разрыва итак перешли мы на этот край шланги и вот что мы видим подсоветовал мне один товарищ так делать и горе я не знаю получается берем обычную бутылку обрезаем горлышко вставляем ее в шлангу заматываем резиночкой и открываем пробку открываем пробку после этого мы включаем наш насос и вода выталкивает нам весь воздух через это отверстие как уже вижу понятно всем да только воздух вышел пошла вода все подходим закручиваем закручиваем эту пробочку и начинается полив из-за этого не создается лишний воздух лишнее давление и не рвет нашу шлангу я думаю понятно спрашивали у меня какое ей нужно давление давление не боится кусок этот у меня 45 метров насос 4 куба и я еще бросаю бросаю одну поливалку на полусадник как я вам уже показывал пробовал он просто кидать насос фонтан немножко выше получается без поливалки смысле выше бьет но все-таки для того чтобы не нагружать мотор я кинул на бок еще одну поливалку чтобы немножко снизить давление мотору но так принципе я говорю если вы будете так пользоваться стравливать воздух и закручивать она выдерживает хорошо высокое давление даже хочу заметить что это шланга у меня из дешевых если вы купите пленка будет толще помощней вам хватит ей пользоваться год 10 ну и собирать шлангу немножко проблематично поэтому я сделал такой барабан как видим с ручкой да вот вставляю сюда шланочку кусочек и второй рукой начинаем собирать нашу шлангу с нашего нашего огорода ну и думаю принцип понятен так как без барабана собираешь кучу неудобно получается плетется тянется который нужно что-то такое придумать чтобы смотал размотал все было аккуратненько так друзья ну давайте покажу вам откуда я беру воду воду я беру скважины вот меня башня идет у меня на дом отдельно запитана поливной насос работает на огород как я вам уже показывал значит по мусору у меня в начале в начале патрубка там внизу стоит клапаны с мелкой сеточкой чтобы никакой мусор не попадался что на одном что на втором насосе всасывание у меня труба идет 15 метров и вниз заглубляется в конце на три метра насос свободно утягивает себя это давление что один что второй и выдает наверх без всяких проблем что один что второй маленький меня поменьше на два куба для дома хватает и на полив у меня побольше 4 куба все раз повторяю ну в общем в общем как то так друзья все вам подробненько доходчиво рассказал если что кому-то еще не понятно спрашивайте задавайте вопросы всем спасибо за просмотр всем пока до новых встреч до новых встреч